Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Массовые темы. На правительстве Павел Малков призвал готовиться к фестивалю ГТО и высказался по городским темам. В поле зрения урагана, где автоинспекторы устанавливают камеры видеофиксации чаще всего. Сработали наупреждения, силовики накрыли нелегальных торговцев оружием, в том числе и в Рязани. Следующий год в России будет объявлен годом спорта. В Рязани проведут масштабный фестиваль ГТО. Об этом сегодня губернатор Павел Малков заявил на правительстве. Он поручил министру спорта уже сейчас начинать готовиться. Кроме того, среди актуальных тем были новая транспортная схема города и замена уличного освещения. Рязани активно поддерживает бойцов на СВО и ускоренными темпами восстанавливает новые территории. С этого начал правительство Павел Малков. По его словам, в Мариуполе рязанские строители уже отремонтировали 27 многоквартирных домов, то есть целый квартал. Жизнь постепенно налаживается. Люди возвращаются, заявил губернатор. В Херсонской области тоже ситуация меняется кардинально. Там мы помогаем приводить в порядок социальные объекты, делаем ремонты в школах, в детсадах, в Доме культуры. Наложим работу во всех этих учреждениях. Два МФЦ, мои документы запускаем. Регулярно отправляем гуманитарную помощь. Огромное количество людей в этом участвует. И вот местные жители очень благодарят всех рязанцев, кто участвует в этой работе. Следующий год в России будет годом спорта. Выступая на форуме «Россия – спортивные державы», президент Владимир Путин эту идею поддержал. И к 2030 году главам регионов поставлена задача вовлечь в массовый спорт 70% жителей. Для этого, конечно, нужна инфраструктура. Нужны новые спорткомплексы, стадионы, бассейны. И Рязань в этом смысле старается не отставать. Мы уже сейчас модернизировали и построили пять футбольных полей в разных муниципалитетах. Начали в Рязани фок возводить. Умную спортивную площадку в Шилово запустили. Такую же планируемую в Рязани открыть в ближайшем будущем. Также три спортивных площадки малой формы сделали в Ряжском, Сторожиловском, Шиловском районах. Они, кстати, могут стать и площадками для сдачи норматива ГТО. И мы уже обсуждали, коллеги, что есть идея следующей весной провести большой масштабный фестиваль ГТО. Новая транспортная модель Рязани – тема широко обсуждаемая в сети. Мнений, по словам Павла Малкова, много. Они иногда полярны, поэтому руководителя городской администрации Виталия Артемова губернатор попросил пока взять паузу и доработать проект с учетом всех мнений. И понятно, что без обновления автопарка такие глобальные решения принимать преждевременно. Контракт на поставку 25 новых автобусов уже заключен. Все идут в графике. То есть до декабря месяца у нас весь транспорт на то финансирование, которое для города будет поставлен. Что же касается освещения, еще одна актуальная городская тема, то пока что все, как говорится, в процессе. И отключение электричества в районах – прямое следствие замены светильников. Пока что контракт выполнил всего на треть, но главный здесь показатель – количество обращений граждан. А их в сравнении с прошлым годом стало вдвое меньше. Рязанская область дополнительно получит более 57 миллионов рублей на борьбу с сахарным диабетом. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Павел Малков. Финансирование поступит благодаря федеральному президентскому проекту «Борьба с сахарным диабетом». Средства пойдут на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы у детей с сахарным диабетом первого типа. Это специальное устройство, которое круглосуточно отслеживает уровень сахара в крови и не мешает детям жить полноценной жизнью. В этом году в бюджете предусмотрено 8 миллионов 400 тысяч рублей, в следующем – 33,7. Также в следующем году 15 миллионов рублей власти направят на оснащение районных и сельских больниц оборудованием для выявления и контроля сахарного диабета. И сегодня же Павел Малков приглашением посетить рязанские павильоны анонсировал проведение 4 ноября в Москве на ВДНХ Международного форума «Россия». Он лично представил Рязань в своеобразном промо-ролике. Рязанский край – это место, где соединяется древняя история и культура, прекрасная природа и современная экономика. Это родина Сергея Есенина, Ивана Павлова, Константина Циолковского и еще целой плеяды наших великих соотечественников. Мы бережно храним наше наследие. Древний Рязанский Кремль, родину Есенина, село Константинова, город двух культур Касимов и многое-многое другое. А еще Рязань – это столица ВДВ. Именно здесь готовят элиту российской армии. Рязань – это настоящее сердце России. Подробнее о нас можно узнать на стенде Рязанской области на выставке «Россия». И там можно даже взглянуть на наш край с высоты птичьего полета. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Приезжайте к нам в гости. Россия, поехали! Сработали на упреждение. Оперативники ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 119 жителей, причастных к обороту оружия. Работали в 38 субъектах России, включая и Рязань. Спокойно. Долго. Главное, подбивай. Спокойно мужчина и лежит. С собой, говорит, ничего нет. И это, скорее, исключение из правил. У других подозреваемых оружие при себе имеется. Нелегальное. Всего сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 119 жителей страны. Все нелегальные оружейники. А по адресам их проживания проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Нет, нет, нет. С кем дом? Один? Да. Всего из незаконного оборудования за период август-сентябрь изъяли 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Это 12 пистолетов-пулеметов, почти 70 автоматов, 42 гранатомета и так далее. Сюда же 33 килограмма взрывчатых веществ и 138 тысяч патронов. В ведомстве отметили, что всего пресекли деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности в этом направлении продолжается. В Рязани установлено около 150 камер фото- и видеофиксации нарушений. Устанавливают их по согласованию с госавтоинспекцией, а также по просьбе местных жителей на особо опасных участках дорог. 21 июля прошлого года. Улица Зубковой. Участок между домами 27 корпус 3 и корпус 4. Здесь водитель Лады Вестой по официальной информации совершил наезд на переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Местные жители в один голос уверяли, что давно просили установить в этом месте пешеходный переход. А это уже, дескать, второй труп за неделю. Пора бы. По просьбам жителей и с учетом мнения госавтоинспекции установлена сниженная скорость. До 40 км в час установлен комплекс фото- и видеофиксации в районе дом 27 корпус 4 по улице Зубковой. У нас там на протяжении нескольких лет фиксировалась повышенная аварийность. В том числе были ДТП с смертельным исходом. После установки комплекса именно на данном участке дороги ни одного ДТП, в котором погибли либо пострадали люди, не произошло. Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в вопросе установки камер фото- и видеофиксации тесно взаимодействует с госавтоинспекцией. В ГИБДД делится статистикой, какие участки дороги наиболее опасны. Например, камеры могут появиться на участке дороги, если там произошло 3 ДТП одного вида или 5 ДТП разных видов. Параллельно тестируют новый мобильный комплекс фото- и видеофиксации «Автоураган». Как можно понять из названия, комплекс этот мобильный и свободно перемещается по городу. Маршруты регулярно изменяются. Все маршруты во взаимодействии с подразделением госавтоинспекции, они прорабатываются, согласовываются и изменяются в зависимости от изменения аварийности. То есть, соответственно, там, где мы видим рост аварийности, комплекс перемещается именно на эти участки дорог. Потому что основная задача – это все-таки не зафиксировать нарушения, собрать штрафы, а предотвратить их. Потому что профилактика правонарушений – это основной фактор снижения аварийности на дорогах. Расположены камеры у проблесковых маячков. Дополнительно они оснащены функцией кругового обзора. Отслеживают эти камеры и превышение скорости, и выезд на встречную полосу движения, и езду без ближнего света фар, и многое другое. Сколько машин, оснащенных комплексом автоураган – пока секрет. Известно только, что ездят они по всему городу. Чтобы правонарушений было как можно меньше. С наступлением осени наступает время новых астрономических событий, включая второй коридор затмений этого года. Весной мы уже пережили несколько затмений с 20 апреля по 5 мая. Осень обещает быть в этом смысле не менее насыщенной. Для понимания, что такое коридор затмений, важно разъяснить некоторые термины. Слово «коридор» предполагает наличие определенного периода между двумя астрономическими событиями. Эти события известны как лунное и солнечное затмения, и период между ними называется коридором затмений. С 14 по 28 октября происходит октябрьский коридор затмений. Он начался с солнечного затмения в знаке Весы и завершится лунным затмением под влиянием Тельца. По завершении коридора затмений можно будет надеяться на облегчение, но в течение этих двух недель придется внимательно следить за советами астрологов, чтобы избежать негативных последствий. Следующее лунное затмение, которое будет 28 октября, оно у нас последнее из серии, которое завершает серию затмений по оси Скорпион-Телец. И сейчас в этот как раз момент будет полнолуние, Солнце будет находиться уже в Скорпионе, а Луна будет находиться в знаке Тельца. Можно избавиться от некоторых вещей, от тяжелых эмоциональных связей, от, скажем так, каких-либо зависимостей, от, ну, даже если, например, так уж вот говорить, можно загадать там себе повышение по работе. Вот. И с этим, например, из дома выкинуть всю битую посуду. Хочу там себе приобрести, например, там какую-нибудь красивую свою фигуру. Вот. Для этого пойти в спортзал, но и, соответственно, выкинуть два самых своих больших платья. Алгоритм такой. Загадываем и выкидываем то, что связано с нашим прежним обликом, для того, чтобы обрести какой-то новый момент. То есть можно вообще войти в очень такую серьезную трансформационную работу. В 2023 году затмение приобретет особенное значение. Стоит проявлять особую осторожность в своих делах и поступках, потому что выбранный курс событий будет программировать жизнь каждого в ближайшие 18-19 лет. Важно прислушаться к внутреннему голосу, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Эмоциональное состояние может подвергаться колебаниям от упадка моральных и физических сил до повышенной эмоциональности и тревожности. Чтобы справиться с этим, рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки и осторожно выбирать контакты, так как общение может отнимать много сил и не всегда приносить пользу. 1250 зрителей посетили первый после долгого перерыва матч футбольного клуба «Рязань». Побывал на трибунах недавно отремонтированного стадиона «Спартак» и губернатор Павел Молков. Истасковавшиеся по своему зрителю футболисты «Рязани» первый матч на обновленном «Спартаке» начали бодро и после небольшой разведки пошли вперед. На 20-й минуте хозяевам удалась образцовая атака, которую, к слову, начал галки про «Сине-Белых» Максим Тимофеев, а завершил красивым резаным парашютом Вячеслав Пурак. Медийно раскрученный «Сахалинец» бросился отыгрываться, и были моменты, когда гостям до завершения не хватало каких-то сантиметров. Но в первом тайме зрители голов больше не увидели, а вот в самом начале второго «Сахалинец» сравнял счет. Акимустинов красиво ножницами переправил мяч в сетку и с пределов штрафной. 1-1. Зрители снова погнали «Рязанцев» вперед, шум на трибунах не смолкал, но нападающие хозяев стали принимать неверные решения. А на последней минуте подопечные Максима Швецова и вовсе прозевали контратаку, и Гайнолин четко разобрался в штрафной и с галкипером, и с защитниками. 1-2. Не то чтобы заслуженно, но вспоминая, что для «Рязанцев» 90-я минута в этом сезоне несчастливая, стоит просто с этим смириться. Следующий матч у «Сине-Белых» на выезде 29 октября. Они сыграют с дублем тульского «Арсенала». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин